Но я вам могу одно, чтобы вы как будущие менеджеры знали. Очень сложно прокормить, в кавычках назову, прокормить. Футбольный клуб Премьер Лиги, очень сложно. Особенно сложно там, где это бюджетные деньги. В основном из 16 клубов у нас где-то процентов 30 клубов, очень сильно 40, зависит от бюджетов региона. Мечта моя, как президента, о том, чтобы клубы Премьер Лиги отваливались не по денежным, финансовым, какими-то своими показателями, а именно по спортивному принципу. Проиграл спортивную борьбу в течение сезона двухкругового. Вылетел, значит, недостаточно тамплектован, не мастерял виды и так далее. Вот это основная задача, зарабатывать столько, чтобы мы могли лигам, не лигам, а клубам помогать. По поводу обеденного чемпионата у меня, я знаю, что вы сторонниковые, я, честно говоря, тоже сторонник, но какие вы минусы видите в обрудинии? Я знаю одно мнение, что через несколько лет, может быть, украинских клубов там останется 3-4 команды. Я, наверное, сторонник, но я сторонник того, чтобы наши клубы не потерялись, не развалить у нас. Для того, чтобы не развалить, вот как раз второй вариант, который говорили, или еще 16 придумали, видели? Высший дивизион и первый. Я сторонник, но на все разумно. А минус самый основной – это наше представительство евротурниров. Вопрос про новую систему прохода на стадион. Что там? Когда это будет? Это первый шаг, потому что, в конце концов, систему SCUD для серфитикации стадион не получит, если не будет системы SCUD. То есть это предварительный этап, у нас же как в стране? Надо подготовить. Чтобы это не было так называемым шоком для дальнейших. То есть порой у нас доходит, знаете, до чего? Люди уходят со стадиона, пацаны там или девочки, которые не знают счет какой закончился на матче. Им что-нибудь выкрикнуть, показать, чтобы в этот момент кто-то сфотографировал, дальше они отчитались, пошли пивка, попили там банан там или что они там взяли. И все. Вот это самое обидное. А дальше начинает. А клубы почему на это пошли? Я вам скажу. Потому что за прошлый год футбольные клубы российской футбольной премьер-лиги заплатили полтора миллиона евро штрафов. Я просто спирался в мотивации клубу. С верхами понятно, они там борются за Еврокубки, за чемпионов. С низами тоже понятно. Там кто улетит на людей. Слушайте, в середине таблицы что происходит? Какая дельта, грубо говоря, в заработке от премьер-лиги? 40. 7. А 60 делится в зависимости от занятого. Сетка такая есть специальная. Конечно, она идет по снижающей траектории. Значит, в этом году примерно мы ожидаем доход премьер-лиги в районе 60 миллионов. Мы вышли, переходный был 90, потому что 3 круга были. Ну вот, если 60 миллионов будет, примерно по этой сетке, я думаю, что нижний клуб заработает в районе, наверное, у вас половина три миллиона. Я могу сказать, что разница между восьмеркой и двенадцатой, она не очень существенная. Очень существенная между, знаете, кем? Первая и четвертая. Вот тут да. Ваше отношение к тому, что профессиональные клубы финансируются из бюджета? Нет, я против, категорически против бюджета. Категорически. И постепенно от этого надо отходить. Кстати, постепенно это должно быть именно на... И лига должна этим заниматься. Вот в данный момент, пока мы не будем зарабатывать, лига нормальные средства. В данный момент, если есть кооперация, которая открыта, прозрачно и подконтрольна, подконтрольна, пусть эти госкомпании, они помогают. Пусть помогают. И поэтому я сторонник того, что на данный момент, я всегда говорил за частные клубы, но на данный момент, наверное, все же частное государственное партнерство в числе госкоопераций. Не бюджеты регионов. Какие планы у вас? Как вы видите, развитие по моменту бюджета. Или вы уже только смотрите в эту дневную? Нет. Пока не устраивает, ребята. Я вам честно скажу, приходите со своими идеями. Готов. Заслушать, поддержать, приводите спонсоры в получше комиссию. И поверьте, если там с 15-го года, нам, конечно, надо. Но первый шаг, первый шаг, еще раз вам говорю, учитывая, что вы занимаетесь спортивным менеджментом. Я могу сказать, первый шаг, я считаю еще раз и буду это отставить. Все права должны принадлежать клубу, а не национальной ассоциации.